Здравствуйте. Ни для кого не секрет, что Российская Конституция, написанная в 90-х под диктовку западных партнеров и в угоду их интересам, никак не может соответствовать задачам России. Это всем давно понятно. Однако то, что происходит сейчас, та суета вокруг основного закона Российской Федерации, которую затеял наш гарант, вызывает массу вопросов. Оппозиция, как левая, так и правая, кричит о пресловутом трансферте власти. Да только голоса эти разбиваются о бетонные стены кремлевских башен, отгородившие эту самую власть непроницаемой стеной от простого народа. И только слышится стук пальцев по клавиатуре и шуршание мышек кремлевских политтехнологов, разрабатывающих очередной хитрый план. И уже летят по беспроводной связи команды и указания для записных журналистов и купленных блогеров. Зашевелилась, заскрепела своими шестеренками государственная машина по оболваниванию населения. Затрещали от натуги духовные скрепы. Я совершенно открыто должен сказать, как о патриарах, который призван говорить правду о том, что огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович. Полились слащавые патриотические песни о том, что вот сейчас президент всем либералам покажет Кузькину мать. Страшно сказать, все правительство в отставку отправил. Не иначе, как революция сверху. Измученный народ, как всегда, безмолвствует и чего-то ждет. Ждет то ли героя спасителя, то ли финала этой трагедии, постепенно переходящий в фарс. Соцопросы исправно показывают, что все ок. Упавший рейтинг опять в приподнятом состоянии. Единственная отдушина – это интернет, где люди могут вылить накопившуюся досаду и гнев. Однако эта отдушина даже выгодна кремлевским небожителям, поскольку дает выход накопившейся разрушительной энергии народа. Главное, на улицу не выходят и не бунтуют. И то хорошо. Пусть уж лучше так. По домам сидят и строчат под роликом в ютюбе гневные комментарии. А для тех индивидуумов, которым совсем припекло, уже приготовлены псевдооппозиционные партии во главе с различными Стариковыми, Федоровыми и прочими нодовцами, окормляющими жаждущий перемен электорат. Политический супермаркет работает 24 часа в сутки. Здесь есть товар на любой вкус». Вот и известный писатель Захар Прилепин объявил о создании своей партии за правду. «Путин – товарищ Асада, защитник всех униженных и оскорбленных, особенно тех, кто не раздавлен полностью от унижения, но еще сопротивляется». При всем уважении к действительно талантливому билетристу хочется спросить у него, за чей счет банкет. Я нисколько не сомневаюсь в искренности Прилепина, однако бесполезно садиться играть в преферанс с профессиональным шулером. Он все равно тебя обыграет, потому что сам устанавливает правила игры. Но хуже всего то, что модный писатель может оказаться даже не игроком, а всего лишь одной из карт в руках шулера, причем не тузом, а какой-нибудь шестеркой. «Когда я слушаю его духовника, я верю, что Путин очень религиозный человек. Когда я смотрю на Кудрина и на Биулину, Путин начинает двоиться и троиться. Шойгу и Рогозин не спасают». Рано или поздно замусоленная поистрепавшаяся карта будет выкинута из колоды и заменена на новую. Мне бы не хотелось, чтобы так получилось, потому что я искренне люблю творчество этого замечательного писателя. По обтекаемым речам новоиспеченного политика не совсем понятно, на какой платформе будет строиться его партия. Что ему ближе, социализм или все-таки капитализм с человеческим лицом? Будет ли пересмотр приватизации, восстановление прямой демократии через власть советов, новая индустриализация, возрождение науки и бесплатного образования, амнистия кредитной кабалы для населения, суд над этой властью, наконец? Нет, ничего такого я в его речах не услышал. Известно лишь то, что его партия примет участие в выборах, а это значит, что в нашем политическом шапито появится еще одна труппа актеров. Верить сегодня в честные выборы могут только очень наивные люди. Не думаю, что Захар Прилепин к ним относится. Видимо, он просто хочет обхитрить систему. Ну что ж, пожелаем ему успеха. Вообще, если говорить о нашей творческой интеллигенции, то в новейшей истории России она выполняет поистине зловещую функцию легитимизации олигархического режима. Любой маломальский талантливый писатель, режиссер, спортсмен или актер сразу же берется в оборот. И вот, глядишь, а он уже в Думе заседает или с важным видом несет бред о том, как тяжело президенту поднимать с колена Россию на протяжении 20 лет. Еще лет 20 потерпите и все будет, мамой клянусь. В нашу цифровую эпоху власть удерживается отнюдь не с помощью штыков Росгвардии. Видимость легитимности ей создают средства массовой информации, а также лидеры мнений в экономике, политике, искусстве, спорте. По сути, мы давно уже живем в некой матрице, где представление об окружающей действительности нам бережно формирует сквозь экран телевизора и монитор компьютера. Подговорили мне нельзя с утра до ночи смотреть телевизор. Вот вам, пожалуйста. Книги мы читать перестали. Нам некогда. Ведь нужно зарабатывать деньги и кормить семью. Вы не задумывались, почему при том, что бюджет РФ ломится от денег, при таких богатствах увеличивается пенсионный возраст, повышаются налоги, люди получают мизерные зарплаты. Дело в том, что у электората не должно быть ни сил, ни времени для того, чтобы заниматься самообразованием и воспитанием будущего поколения. Боже упаси, если люди начнут думать самостоятельно. Анализировать начнут, задавать неудобные вопросы. Это, глядишь, и коммунизм опять построить захотят. Наша несчастная родина в опасности. Не спите. Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты. Именно по этой причине вводится ЕГЭ. Образование переходит на платную основу. Молодежь приучают к компьютерным играм, а старшее поколение работает на двух-трех работах, пытаясь хоть как-то выжить. Думая только об одном – как внести очередной платеж по кредиту или по ипотеке. Воспитанием детей давно уже никто системно не занимается, только отдельные подвижники. Нравственность и культура продолжают свое падение в пропасть. Сколько-нибудь востребованные специалисты уезжают за границу в поисках лучшей жизни. Наука – двигатель человеческой цивилизации в России на сегодня практически полностью уничтожена. Даже пресловутая оборонка – это разработки еще советского периода, которые с пафосом выдаются за ноу-хау. Посмотрите на свой ноутбук, на свой телефон, оглянитесь вокруг, почитайте название фирм, производителей ваших гаджетов, и вы увидите очевидную истину. Мы опять отстали от Запада на 50-100 лет. Но на это все чиновникам и олигархам плевать. Главное, чтобы народ находился и дальше в полуобморочном состоянии. Так ведет себя удав, впрыскивая яд в тело жертвы для того, чтобы парализовать ее волю, а потом сожрать. Как-нибудь в интернете найдите скриншот среднего чека в думской столовой. И увидев эти цифры, поймите, что они живут даже не в другой стране. Они живут на другой планете, в другой звездной системе. Ну, малыши, а где же твой Карлсон? Он улетел, но он обещал вернуться. В этой ситуации абсолютно дикими кажутся высказывания патриарха Кирилла о том, что нужно внести в Конституцию упоминание о Боге. Побойтесь Бога, у нас в стране 20 миллионов нищих. Что говорят этим людям наши священники? Что они скажут, когда к ним в отчаянии придет человек, лишившийся работы или не имеющий возможности заплатить за лечение своему умирающему ребенку? Молись, смиряйся, тебе Бог посылает испытания, зато у нас в Конституции теперь прописан Господь. Правда же хорошо? Так ли уж нужно Господу Богу упоминание Его имени в этой Конституции, при том, что сама Конституция всего лишь ширма, прикрывающая разворовывание России и узаконивающая власть вечно избранного президента? Еще одна инициатива патриарха Кирилла говорит о том, насколько этот человек далек от своей паствы. Речь идет об абортах. Скажу сразу, я за запрет абортов, и здесь не может быть для меня никаких компромиссов. Однако нужно понимать, что эта проблема комплексная, и решать ее нужно комплексно. Итак, что же предлагает Кирилл? Он предлагает вывести аборты из системы страхования, дабы они не совершались на деньги налогоплательщиков. И это все? Он всерьез думает, что этого достаточно? При таком социальном неравенстве, как в России, рожают много детей только подвижники или очень богатые люди, которых в нашей стране несколько процентов. Появилась даже такая фраза. Дети – это дорогое удовольствие, но мы можем себе это позволить. Слышите вы, патриарх, дети сегодня – это дорогое удовольствие, которое может позволить себе не каждая семья. Потому что мало родить. Надо еще вырастить, воспитать, дать хорошее образование. А в современной России это далеко не всем по карману. По статистике, семьи, которые заводят второго и третьего ребенка, в большинстве случаев обречены на бедность и даже нищету. И здесь не помогут никакие подачки в виде материнского капитала, потому что мужчинам нужна стабильная, хорошо оплачиваемая работа. Желательно рядом с домом, а не в Москве за 100 километров. Ну а женщинам – соцгарантии и уверенность в завтрашнем дне. Эта проблема, повторюсь, комплексная. Она включает в себя и экономику, и мировоззрение, и самое главное – наличие исторического оптимизма у народа. Люди должны видеть, что завтра будет лучше, чем вчера. Они должны чувствовать, что нужны государству, что она заботится о ней, как мать о своих детях. Есть ли эта забота в сегодняшней России? Ответьте на этот вопрос сами себе, господин патриарх Кирилл. А еще лучше – поезжайте в регионы, в умирающие города и деревни, туда, где разрушено производство, и люди спиваются от безысходности и нищеты. Там, а не в столицах настоящая Россия, которую не покажут по зомбоящику. Там вы найдете все ответы, и, может быть, поймете, что нужно делать и какие поправки вносить в Конституцию. Редактор субтитров А.Семкин